Хозяева этого исторического турнира, севастопольские грифоны, приветствуют соперников. За первый на крымском полуострове кубок по хоккею шайбой поборются краснодарские акулы, юность из Санкт-Петербурга, московский вымпел, команды из Волгограда и Тулы. В честь первой годовщины русской весны на льду крымской столицы состоялось театрализованное представление, раскрывающее легендарные и героические страницы истории города-героя Севастополя. Своё мастерство на льду продемонстрировали севастопольские фигуристы и воспитанники танцевальной студии «Марта». Камерный хор «Таврический благовест» исполнил гимны России, Крыма и Севастополя. Почётными гостями турнира стали легенды советского и российского хоккея. Олимпийские чемпионы Сергей Александрович Мульников, Юрий Васильевич Лебедев, Алексей Васильевич Гусаров и Вячеслав Геннадьевич Буцаев. На открытии Кубка они пообещали оказывать всяческую поддержку развитию хоккея в Крыму. Мы со своей стороны, как ветераны, пенсионеры, поможем, поддержим всем, чем сможем. Это первый турнир, поэтому организация отличная. У вас достаточно много команд, чтобы провести хороший круговой турнир. Можно оценку пять поставить даже. Организаторами Кубка по хоккею «Русская весна» выступила Севастопольская федерация по хоккею с шайбой. Глобальная задача следующая – сделать спорт в Севастополе, насколько это возможно, массово доступным. Вывести его хотя бы по доступности на уровень советского периода. Я сам, как бы, подросток и юноша советского периода, я помню, слава богу, с памятью все хорошо, что тогда был спорт реально доступен. То есть любой ребенок, подросток из семьи инженера, учителя, не важно кого, он имел возможность при желании заниматься спортом. Правда, тогда не было возможности в Севастополе заниматься зимними видами спорта. Это так. Вот хотелось бы, чтобы спорт стал доступным. То есть, ну реально доступным, то есть максимально бесплатным. Вот так можно сказать. И мы к этому идем. Севастопольская федерация хоккея с шайбой отказалась от турнирных взносов и нашла возможность провести весь турнир самостоятельно. Партнером проекта выступила строительная компания «Севпроект Монтаж». Олимпийский чемпион, российский хоккеист Вячеслав Геннадьевич Буцаев назвал этот шаг беспрецедентным. Здесь, наверное, вклад именно в развитие спорта, в частности хоккея, он бесценен. Понятно, что это финансовые затраты, что Крым – это не, так скажем, не зимний город, но, тем не менее, страна у нас зимняя и самый популярный вид спорта, не побоюсь этого сказать, в нашей стране все-таки является хоккей. Поэтому надеюсь, что с этого детского турнира возьмет свой старт вот именно эта игра на этом полуострове и будут создаваться все условия для ее развития. В первых играх за победу сражались хоккеисты Краснодарского хоккейного клуба «Акулы» и Волгоградского легиона. Завершив матч с результатом 17-1 в пользу Краснодара. После налет вышли севастопольские грифоны и провели захватывающую игру с тульской командой «Виктория». Для Севастополя этот турнир – серьезная заявка на развитие зимних видов спорта в Крыму. Ну а пока наши ребята поставлены в неравные условия. Они говорят, для победы им не хватает спортивного катка дома в Севастополе. Это показала первая игра. Первый период наша команда начала успешно, забив две шайбы. Во втором уступила соперникам со счетом 4-11. Возраст участников турнира не старше 7 лет. Большинство из них в большой спорт пришли в возрасте 4-х лет. Говорят, по собственному желанию. Просто там можно в губке выбривать и шайбу забивать. Как сейчас настроение? Хорошее. На победу настроено? Нет. Соревнования проходят в Симферополе из-за отсутствия в нашем городе спортивного катка. Тут даже по играм видно, что ребята, конечно, оцелены. Да, они стараются, они как могут. Но когда они выходят с того катка на площадку на настоящую, то есть они теряются и даже не понимают, что им делать поначалу. Ребята старались. Старались, пытались показать на то, что они способны. Первый период мы на равных сыграли. Во втором периоде все-таки дало знать то, что нехватка у нас ледовой арены. Все-таки площадка большая, подустали немножечко ребята. Думаю, все равно на каждый матч ребята будут выходить, настраиваться с полной дачи. Вопрос строительства собственного спортивного катка в Севастополе в настоящее время решается, заявил на открытии Кубка советник губернатора Севастополя по инвестиционной политике Сергей Алексеевич Ладочкин. По его словам, ледовый дворец будет построен за счет привлечения внебюджетных средств. Для этого разрабатывается инвестиционная программа. Мне бы хотелось, чтобы наше желание развивать хоккей в Севастополе было поддержано со всех сторон. И со стороны руководства города, и со стороны спортивной общественности города. Чтобы нас увидели, чтобы нас услышали, чтобы немножко помогли. Самое главное, самая большая наша мечта – это, конечно, наличие своей ледовой площадки в городе. Турнир по хоккею «Русская весна» завершится 29 марта. Победители получат эксклюзивные кубки и медали, выполненные севастопольскими мастерами. Идея макета Кубка появилась на основе наград, которые получали советские спортсмены в 70-х годах. Все медали выполнены из бронзы и размещены на деревянных пластинах. Их получат не только спортсмены, но и почетные гости турнира. А вот кубок будет находиться у хозяев турнира. Ежегодно на нем будет гравироваться имя команды-победительницы, и он будет оставаться в городе-герое Севастополь. Все участники Кубка по хоккею «Русская весна» получат в подарок учебный курс по Севастополеведению.